Курс А может и не помним, но будем вспоминать Господа, есть еще одно чудо Если мы возьмем на заданном расстоянии R21 Две любые заряженные элементарные частицы Если хотя бы одна из них не заряжена, сил не возникает, мы уже договорились А если возьмем две любые заряженные частицы и поставим их на заданном расстоянии Вот на таком, хоть два протона, хоть два электрона Хоть протон и электрон, хоть положительный пимизон и отрицательный камизон Что хотите То между ними силы будут либо притяжение, либо отталкивание Это мы уже выяснили Но чудо состоит в том, что величина силы при заданном расстоянии всегда одна и та же Протон от протона отталкивается с такой же по модулю силой Как положительный пимизон притягивается к отрицательному камизону Согласитесь, это чудо Берите любую пару заряженных частиц, ставьте на каком-то расстоянии заданном Они иногда притягиваются, иногда отталкиваются, но всегда с одной и той же силой Так создал создатель А это позволяет всем элементарным частицам приписать некоторую численную характеристику Которая будет называться зарядом элементарной частицы УЕ может принимать одно из трех значений Либо ноль, это если частицы нейтральные Либо плюс Е, если они положительные И для частицы это множество минус Е И тогда выражение для силы взаимодействия Ф21 Можно записать так Эта сила пропорциональна Я не пишу равенство, потому что мы еще не договорились Какое конкретное число здесь написать 3, 8, 56, 10 минус 16 Об этом еще надо договориться Но здесь будет стоять КУЕ1, заряд одной частицы КУЕ2, заряд второй частицы На квадрат расстояние между ними Но только теперь надо задать вектор Опыт показывает, что силы Взаимодействия элементарной частицы Центральные Они направлены по прямой соединяющей элементарные частицы Как задать эту прямую? Надо умножить на вектор R21 Но чтобы величина, сдающая направление Имела вектором длиной единицы Надо поделить на R21 Вот так я написал единичный вектор Смотрящий вдоль R21 Смотрите, как здорово получилось Вот если это сила F21 То одно это математическое выражение Описывает массу ситуаций Если хотя бы одна из частиц нейтральная То тогда КУЕ равно нулю Чему равна сила? Нулю Если эти частицы из одного подмножества Хоть этого, хоть этого То произведение их зарядов Хоть положительных, хоть отрицательных Будет таким? Положительным И куда будет сила смотреть? Вдоль R21 То есть будет сила какая? Отталкивание А если они из разных подмножеств То здесь будет плюс, тут минус Какой знак появится? Минус Сила станет отрицательной И будет смотреть не сюда, а сюда Чувствуете насколько удобно Было присвоить этим частицам Плюс и минус Если бы мы присвоили И синие, и красные, и белые Сколько надо было бы слов сказать? Если частица белая и синяя Это так Если частица красная и белая Это так Если частица красная и красная Устали бы повторять Было бы много комбинаций Надо перечислить А здесь все оказалось возможно Описать одной формулой Поэтому приписать частицам плюсы и минусы Оказалось очень удобно Это наша выдумка Она очень хорошая выдумка Забегая далеко вперед Здесь об этом вообще не рассказывать Вот если мы переходим к сильным взаимодействиям Там тоже есть заряды У частиц, которые участвуют в сильном взаимодействии У кварков Но там зарядов больше А кто знает сколько зарядов у кварков? Сколько вдруг типов кварков есть? Тут были две Плюс и минус А там шесть Их условно назвали Красные, синие, зеленые Антикрасные, антисиние и антизеленые И там все очень хитро устроено Оказывается, кварки друг к другу притягиваются В том случае, если их полный цвет равен нулю Белый Это означает, что кварки притягиваются друг к другу Когда их трое Один красный, другой синий, третий зеленый Все три цвета вместе дают белый цвет И так получаются адроны Частицы типа протонов, нейтронов и так далее А бывают Можно белый получить и так Взять антикрасный, антизеленый и антисиний И тогда получатся антипротоны, антинейтроны и тому подобное Но белый цвет можно еще и по третьим способам получить Можно взять красный и антикрасный Синий и антисиний И зеленый и антизеленый И тогда из парных кварков получаются мизоны Соответствующая наука называется квантовая хромодинамика Не электродинамика, а хромодинамика Там зарядом решили приписать не плюс и минус, а цвет Но, господа, классической хромодинамики нет Потому что до этого додумались Когда уже была квантовая механика И создавать классическую хромодинамику Было никому не интересно Ни классической, ни квантовой хромодинамикой В ИТИ заниматься никто не будет Это там, на Большом Адронном Галайдере Теперь с точностью до выбора значения Е Мы приписали заряду число Но пока это заряд микроскопический А теперь новая идея С точки зрения теории электричества Да и вообще любой физики Любое тело, в том числе и ваше тело Это просто кусок вакуума В котором натыкано некоторое количество элементарных частиц Там больше ничего нет Вакуум плюс элементарные частицы Причем частицы бывают трех типов С нулевым зарядом С положительным и отрицательным элементарным зарядом А вот теперь можно ввести понятие Макроскопического заряда Макроскопического тела По определению Макроскопическим зарядом Мы назовем Такую вещь Вот есть какое-то тело Давайте посчитаем Сколько в нем Незаряженных частиц И выкинем это число Оно нам не нужно Потом сосчитаем Сколько там Заряженных частиц Из группы плюс Это значение назовем n плюс Потом сосчитаем Сколько в этом теле Макроскопических зарядов Со знаком минус Я их условно цветом рисую Это число назовем n минус И организуем такую разность И эту разность умножим на элементарный заряд На е Эта величина будет называться Макроскопическим зарядом тела Это, грубо говоря, разность числа Положительных и отрицательно заряженных Элементарных частиц Умноженных на величину заряда одной частицы Обратите внимание Если мы макроскопический заряд Поделим на элементарный заряд Неважно в каких единицах мы это делаем Мы получим разность двух Натуральных чисел Поэтому это будет число целое Правильно? Поэтому Отношение Ку к Е Это целое число Знаете, у нас множество целых числа? Это свойство заряда называют Дискретностью электрического заряда У тела не может быть Кварка Никто не видел Не экзотические Это которые могут существовать В одиночке Так вот, поскольку силы всегда одинаковы Тогда заряда Это можно на другом языке назвать Дискретностью электрического заряда Не бывает дробных электрических зарядов В единице измерения Элементарного заряда Ну и последнее свойство Электрического заряда Если вы возьмете Некоторую коробку С закрывающейся крышкой И положите туда Макроскопический заряд Ку То есть накидаете туда Сколько это элементарных частиц Закройте крышку И сделаете так Чтобы через стенки коробки Не могла пролететь Ни одна элементарная частица Подождете пару лет Крышку откроете И сосчитаете заряд внутри Что окажется? Окажется, что он такой же В замкнутых системах Суммарный макроскопический заряд Не меняется во времени Это закон сохранения Электрического заряда Вы скажете Так это держу понятно Поскольку заряды Связаны с элементарными частицами А ни одна элементарная частица Через стенки не пролетела То число элементарных частиц Изменилось? Нет? Не изменилось и заряд не изменился Нет, господа Это не так В природе нет закона сохранения Числа элементарных частиц Закон сохранения заряда есть А числа элементарных частиц нет Дело в том, что Если у вас в коробке Окажется элементарная частица нейтрон С нулевым зарядом То примерно через 100 секунд Нейтрон исчезнет А получится протон Электрон Плюс антинейтрина Число частиц не сохраняется Они могут превращаться друг в друга Но посмотрите Тут был заряд 0 А тут какой заряд? Тоже 0 Они могут превращаться друг в друга Но только так Чтобы заряды сохранились Никто никогда не видел реакции Чтобы нейтрон Распался на 2 электрона Протон и антинейтрина Такой реакции Никогда никто не наблюдал На вопрос Почему Эта реакция наблюдается А нет Некоторые отвечают Потому что есть закон сохранения заряда И эта реакция запрещена Законом сохранения заряда Господа Это плохой ответ Потому что Нейтрон знает Про закон сохранения заряда Погодите Пока кто-то не сформулировал Закон сохранения заряда Его не было Не было такого Набора слов в природе Но как вы думаете Эта реакция тогда шла? Нет Тоже нет Поэтому Господа Закон сохранения заряда Это наша Выдумка И мы эту Выдумку сделали Поскольку Этой реакции Никто не наблюдал Если завтра На большом адронном коллайдере Такую реакцию Зарегистрируют Что будет отменено? Завтра Большой адронный коллайдер Или закон сохранения заряда? Конечно Закон сохранения заряда Все законы физики Это наша Выдумка Мы смотрим на то Что делается вокруг И с некоторой Вероятностью Ошибиться Формулируем тот Или иной закон Но на жаргоне Конечно говорят Что такая реакция Не идет Потому что Она запрещена Законом сохранения заряда На самом деле наоборот Мы этот закон формулируем Потому что Такую реакцию Никто не видел Однако Есть еще одна беда Кроме такой реакции Не идет еще и такая реакция Нейтрон почему-то Никогда не распадается На два протона Два электрона И два нейтрина Такая-то реакция Не противоречит Закону сохранения заряда Но ее никто никогда не видел Чтобы Чтобы как-то обозначить Почему не идет Такая реакция Додумались до следующего А давайте скажем Что у всех элементарных частей Кроме электрического заряда Есть еще один заряд Барионный И давайте договоримся Что у протона И нейтрона Барионные заряды единицы А у электрона И нейтрина Нули Тогда смотрите Такая реакция Проходит по закону Сохранения барионного заряда А такая Нет Здесь получилась Единичка Барионный заряд А здесь двойка И тогда выдумали Еще один заряд Барионный заряд И закон сохранения Барионного заряда Однако элементарных частиц Стали находить Все больше и больше И оказалось что Можно придумать реакцию Которая Разрешена Законом сохранения Электрического И барионного заряда Но не идет Например Аналогичная реакция Где здесь рождается Не одно нейтрино А два Смотрите Это же ничего не противоречит Почему бы нейтрон Не распасться На один протон Один электрон И два нейтрино Но такая реакция Тоже не идет Поэтому Был придуман Еще один заряд Лептонный И договорились Что у протона И нейтрона Лептонный заряд Ноль А у электрона И нейтрино Они по единичке А у антинейтрино Минус единичка Поэтому Такая реакция Проходит по закону Сохранения Лептонного заряда Такая не идет Что было дальше Догадываетесь Но открывали Еще новых Элементарных частиц И закона Сохранения Трех этих зарядов Стало не хватать Все три Разрешают А реакция не идет Тогда придумали Еще один заряд Странности Дальше догадываетесь Что произошло А произошло то Что лет Пятнадцать назад Нынешнего директора Церна Принимали в почетные Профессора Питерского университета Это был человек Который ввел Еще один заряд И с этим Все согласились Теперь есть еще один заряд Очарование Ну плохой перевод Не очарование А шарм Он называется Шарм и очарование Томножко разные вещи Однако Да Вы видите что Что-то как-то все криво стало Да Это говорит о том Что мы плохо разбираемся В элементарных частицах Скорее всего Скорее всего Наверное там все как-то проще Однако У закона Сохранения Электрического заряда Есть одно Отличие от всех остальных Законов Сохранения в кавычках Все в кавычках А это настоящий закон Все глобальные законы Сохранения связаны С какими-то симметриями мира Например Закон сохранения энергии Связан с симметрией мира во времени Импульса Относительно сдвигов Моменты импульса Относительно поворотов Закон сохранения заряда В некотором смысле Тоже связан с одной симметрией Если любой объект В нашем мире Повернуть на 360 градусов Он станет каким? Таким же Вот оказывается В любом мире Где это выполняется Ну с некоторыми оговорками Чтобы понять Что я имею в виду На самом деле Надо квантовую механику Выучить Но в некотором смысле Отсюда следует Закон сохранения заряда Закон сохранения заряда Связан с одной Кавычкой Ну вот Мы с вами И познакомились Импульс Участия Что подробно Что подробно В эфи Да Все Подробно Обязательно А Закон В эфи 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 В эфи